Всем привет! Вы на канале Бисквит. Любите кофе? Тогда ловите три простых и вкусных рецепта кофе. История кофе начинается с 902 года и насчитывает огромное количество рецептов. Три самых любимых рецепта я покажу сегодня. Кофе капучино. Для приготовления капучино потребуется двойной эспрессо, это 70 мл. Я готовлю в кофемашине, но можно в турке или кофеварке. Также потребуется 70 мл горячего молока 65-70 градусов. Взбейте его до устойчивой плотной пены при помощи капучинатора или взбивателя молока. Чтобы молоко взбилось, оно должно содержать не менее 3 грамм белка на 100 грамм продукта. Добавьте в кофе сахар по вкусу. У меня сахарозаменитель. Влейте молоко в кофе. Пропорции капучино должны быть следующими. Треть кофе, треть молоко и треть молочная пенка. По желанию украстье кофе тертым шоколадом. Капучино готов. Капучино – это кофейный напиток итальянской кухни на основе эспрессо и вспененного молока, который имеет мягкий сбалансированный вкус и стойкий кофейный аромат. Кофе гляссе. Для гляссе потребуется 50 грамм мороженого, желательно не сильно замороженного. Если любите сладкий кофе, можно добавить сахар по вкусу. Поверх мороженого влейте кофе «Американо» 150 мл. Украсьте кофе маршмеллоу. И стружкой шоколада. Гляссе готов. Кофе можно перемешать с мороженым, тогда оно будет иметь более сливочный вкус. Или не перемешивать и пить слоями. Гляссе – это кофейный коктейль с добавлением мороженого, терпкий кофе и шапочка сливочного мороженого. Холодный газированный кофе. В высокий стакан положите лед. Добавьте 30 мл сиропа или топпинга. У меня карамельный сироп. Влейте 100 мл газированной воды. Желательно не использовать минеральную, чтобы не было привкуса минералов. Влейте двойной эспрессо – 70 мл. Если сладости сиропа недостаточно, добавьте сахар по вкусу. Перемешайте кофе, чтобы сироп растворился. Холодный кофе готов. По крепости кофе напоминает «Американо», но с пузырьками газа, льдом и привкусом карамели. Очень освежающий и необычный кофе. Напишите в комментариях, какой кофе любите вы. Ставьте лайки и всем пока!